Уважаемые коллеги, всем еще раз добрый день. Рада всех вас приветствовать на своем мастер-классе. Меня зовут Екатерина Андреевна Евсеенко. Я учитель географии, лицея номер 12 города Красноярска. Я думаю, ни для кого не секрет, что в современных условиях традиционный подход в школе для выполнения заявленных компетенций по ВГОС является уже недостаточным. Поэтому организация самого процесса обучения, а также уровень подготовленности выпускников нацелены на изменения во всем образовательном пространстве. В качестве вариативных педтехнологий, которые формируют некие компетенции, согласно ВГОС, выступают такие, как кейс-технологии, проектные, исследовательские, технология-портфолио и так далее. При этом все они направлены на сочетание с интерактивными технологиями, которые, опять же, согласно ВГОС, должны занимать не менее 20% от учебного времени при освоении дисциплины. Таким образом, возникает некая актуальность и потребность в поиске новых форм организации учебной деятельности. Собственно, чем мы сегодня с вами и займемся. Перед тем, как мы начнем мой мастер-класс, я попрошу вас ответить на один вопрос. Для этого необходимо будет вам найти некое голосование через QR-код, который сейчас я продемонстрирую у вас на экране. Пожалуйста, вооружитесь вашими смартфонами. Уважаемые члены комиссии, вы можете тоже проголосовать. Оно будет абсолютно анонимное, покажет нам всего лишь общее мнение. В мгновение. Сканируйте, пожалуйста, QR-код, который у вас сейчас на экране. На приложение нажимаете, у вас появляется камера, вы наводите эту камеру сейчас на QR-код и ждете, когда у вас появится ссылка. Потом переходите по этой ссылке и отвечаете на поставленный вопрос. Он всего там будет один. Так, отсканировать у всех получилось? Могу уже нажимать на другой слайд. Там один вопрос. Там всего один вопрос, да. Давайте посмотрим, что у нас уже получается на сегодняшний момент. Вопрос звучал следующим образом. Пользуетесь ли вы дистанционными электронными платформами при очном образовании? Шести проголосовавших уже мы видим с вами из семи. Большинство все-таки пользуется. Это меня лично очень радует, потому что я считаю, это наша с вами обыкновенная реальность, реальная жизнь, с которой нам кому-то приходится мириться, кому-то подстраиваться, а кому-то с удовольствием пользоваться. Я вхожу в то число, которое тоже пользуется дистанционными электронными платформами не только в дистанционном образовании, но и в очном образовании. Считаю это очень эффективным, удобным и универсальным. Собственно, о чем сегодня у нас и пойдет речь. То, что мы сейчас сделали, это тема моего мастер-класса, то есть использование QR-кода приема к обучению. Поэтому сегодня мы с вами будем учиться создавать QR-код, учиться применять его на своих уроках. Понимая, что мы все здесь находимся в разных предметных областях, я думала о свой мастер-класс, и он будет абсолютно универсален для каждого из вас. Поэтому каждый сможет взять для себя что-то полезное и новое. Прежде чем мы с вами начнем, я бы хотела публиковать свою тему. Почему я вообще ее взяла, почему я ее использую. Я думаю, ни для кого не секрет, что в обыденной жизни мы с вами очень часто сталкиваемся с QR-кодами. Далеко ходить не буду. Взяла первое, что мне попалось под руку. Это вот коробка моего любимого чая, на которой, собственно, у нас отображен, если вы видите, QR-код. Не знаю, видно вам или нет. В общем, вот он, который можно очень легко, удобно отсканировать и посмотреть, что касается чая. Платежный документ за коммунальные услуги. Вот они, наши QR-коды, которыми нам приходится пользоваться постоянно, особенно в условиях самоизоляции. Ну и, конечно же, мой любимый Атлас. Здесь тоже есть QR-код, по которому мы можем получить дополнительные некие средства для обучения. Поэтому это наша обыденная жизнь, это наша реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно. И волей-неволей мы научились их использовать. Тогда возникает логичный, я думаю, вопрос. А не должна ли современная школа обучать этому наших детей, наших выпускников? Ведь, согласно ВГОС, весь опыт, все знания, полученные в школе, выпускник должен уметь применять на практике. То есть практика ориентированной результаты обучения. А это, мне кажется, самая есть настоящая практика и самая есть настоящая жизнь, которую мы должны подготовить детей, причем погружение через отдельные учебные занятия и этапы урока. Поэтому прежде чем мы начнем, собственно, учиться создавать мастер-класс, QR-код, прошу прощения, на мастер-классе, я подготовила для вас некий подарок, презент, как можете обозвать. Это инструкция, которую я создала, разработала сама, она очень красочная, простая, наглядная, иллюстративная, для того, чтобы вы в будущем после завершения мастер-класса смогли в любое время ее открыть, посмотреть и создать себе нужный QR-код по нужным инструментам. Я сейчас ее загружу в общий чат, вы можете все ее скачать. Если у вас темп работы совпадает вместе с моим темпом, то вы можете инструкцией пользоваться после мастер-класса. Если же у вас темп чуть быстрее или чуть медленнее, чем мой, то вы можете прямо сейчас открыть эту инструкцию и при помощи нее выполнять те задания, которые мы будем делать вместе с вами. Эта инструкция загружается, буквально уже маленько осталось, я прошу сейчас всех вас сделать следующее. В одну часть экрана сверните, пожалуйста, Zoom, сделайте узким прямоугольничком его. Во вторую часть экрана откройте, пожалуйста, ваш браузер. Это может быть Google Chrome, Яндекс.Браузер, Mozilla, любой, которым вы пользуетесь, совершенно нет никакой разницы. И сюда же в чат я сейчас скину ссылку, название сайта, на который вам нужно зайти. Вы можете спокойно скопировать его из чата, вставить ваш браузер и пройти на этот сайт. Буквально одно мгновение я скопила. Инструкция загрузилась, вы можете тоже ее скачивать. Сайт называется mentimeter.com. Возможно, кому-то он уже знаком, возможно, кто-то с ним уже сталкивался, поэтому я думаю, для вас сегодня трудностей не возникнет. В принципе, это сайт довольно простой в использовании, поэтому даже для тех, для кого новинку сложности у вас быть не должно. Коллеги, у всех получилось, да, открыть браузер и зайти на сайт? Да, очень хорошо. Я сейчас включу демонстрацию экрана, чтобы вы видели, что, собственно, я буду делать на основании моих действий, и вы будете выполнять свои действия. Повторюсь еще раз, если кому-то удобнее работать через инструкцию, вы можете делать это через инструкцию. По итогу сегодняшнего мастер-класса у каждого из вас должен получиться свой индивидуальный QR-код, пройдя по которому любой из нас сможет ответить на ваши поставленные вопросы. В чем еще преимущество QR-кода, чтобы вам заранее понимать, что будем мы делать? Он абсолютно универсален для любого предмета, для любого типа урока, для любого этапа урока, поэтому вы сейчас, пожалуйста, перед тем, как мы начнем работать, заранее продумайте, какой бы вы хотели устроить спрос, голосование, может быть, или выражение мнения по своему предмету, если вы видите в этом возможность. Это может быть на начальной стадии урока, в момент мотивации или актуализации знаний, это может быть по пройденному материалу закрепления, может быть на стадии рефлексии. В общем, так вам больше понравится. Итак, я включаю сейчас буквально одну минутку демонстрацию экрана. Все видят, да, мой экран? Все, 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 все. Надеюсь. Ну что, мы перешли на главную страницу сайта Мантиметр, нам необходимо с вами войти в этот сайт, у вас вот здесь появится, точнее вот здесь, login на английском языке, сайт, поэтому если вам удобно, вы можете перевести на русский язык, на правой кнопкой мыши на поле, у вас появится перевод на русский. Если неудобно, можете повторять за мной. Вот здесь будет кнопочка login, вы нажимаете на нее, и если у вас есть Google аккаунт, вы можете войти через вашу Google почту. Если же нет, вы можете зарегистрироваться, для этого нужно будет ввести ваш электронный адрес, придумать пароль, и на этом закончится вся регистрация. Она очень простая и легкая. Давайте я, наверное, продемонстрирую, чтобы было всем понятно, как это можно сделать. Вот, виден, да, login с Google. Можно, собственно говоря, пройти заново регистрацию. Я вхожу через Google, потому что просто у меня есть Google аккаунт, я им пользуюсь очень давно. Можно через Facebook, извините, не попросить. Да-да-да, можно через Facebook, если у вас он есть. Тут форма входа абсолютно любая. У нас что-то подвисает, но я думаю, сейчас все будет хорошо. Когда вы зарегистрируетесь или войдете, вы упадаете вот на такую стартовую страницу. Принцип работы на сайте Mentimeter абсолютно совпадает с принципом работы в презентации PowerPoint. Поэтому, по большому счету, для вас она не очень тайновая. Нам необходимо создать новую презентацию. Для этого нажимаем на кнопочку New Presentation. Называем ее. Собственно, вы называете ее, да, согласно своему предмету и тому заданию, которое вы будете создавать. Сразу хочу уговориться, что если вы хотите создать отдельный QR-код на каждый опрос, вам нужно будет каждый раз создавать новую презентацию. Если же вы хотите устроить серийный опрос, в рамках одной презентации вы можете создать несколько слайдов, и тогда, пройдя по ссылке, учащиеся будут сразу отвечать на несколько вопросов в одно и то же время. Моя задача перед вами сейчас стоит простая – научить вас пользоваться для создания хотя бы одного опроса. Итак, что же мы с вами видим? Больно простой интерфейс, ничего в нем сложного нет. Тут довольно ясно и понятно для визуального отслеживания. С правой стороны находится, собственно, выбор типа диаграмм или выбор типа вопроса, который нам необходимо с вами будет сформировать. Я приведу на русский язык, чтобы было понятно. Это может быть столбиковая диаграмма с множественным выбором. Это может быть облако слов, очень классный способ на прием, точнее, для рефлексии. Это может быть отдельное мнение каждого, то есть свободное написание ответов. Это могут быть ранжирования, то есть самые большие выборы и самые маленькие выборы, с изображениями, без, все, что угодно, на любой ваш каприч называется. Давайте создадим самый обыкновенный опрос с множественным выбором. Попадаем мы с вами на настройку слайда. Первым делом, конечно, нам нужно написать название вопроса. Что мы хотим у вас спросить? Либо вы у своих учащихся, либо у меня, либо еще что-то. Давайте сделаем таким образом. Нет, нет, прошу прощения. Ниже слово «Опции» — это варианты ответа. Их может быть неограниченное количество. Считаем, что вам нужно. Если вам нужно сделать больше, чем три варианта ответа, мы нажимаем кнопочку «Добавить». Если же нам нужно всего лишь два, мы можем нажать на крестик и удалить ненужные нам варианты. коллеги, мне приходится сворачивать ваши лица на конференции, поэтому я не всегда могу отследить вашу реакцию. Давайте, пожалуйста, если что у вас будет не получаться, пишите в чате. Или, например, значками показываете, или, может быть, просто скажите, что там, если будут какие-то заминки или непонятки у вас. Я обязательно отреагирую. Скажите, до этого этапа все дошли? У меня все получилось. Коллеги, не вижу реакции вашей совсем. Я навижу, что вы дошли. Спасибо. Я поздно к конференции присоединилась. Скажите, первый этап, что делать? Мы должны открыть сайт mentimeter.com и зарегистрироваться, начать создавать опрос. У вас в чате отображается инструкция, которую я сбросила. Вы можете открыть ее и работать по инструкции. Хорошо. Так, коллеги, я в таком случае продолжаю дальше. Когда мы с вами вписали варианты ответа и название вопроса, мы должны настроить вид диаграммы. Это ниже указанные картинки. Это может быть секторная, круговая диаграмма, точечный выбор, столбиковый. В общем, как вам больше нравится, я, наверное, возьму точечный, он наиболее интересен с точки зрения визуального отслеживания. Наверное, одно из самых важных – это настройка вот этих вот трех галочек. Давайте я снова переведу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Если вы устраиваете опрос именно на знание теории, конечно, после опроса должны быть какие-то правильные ответы. Поэтому, если вам нужно, чтобы по итогу учащиеся эти правильные ответы увидели, в первой вашей строчке вы нажимаете на галочку, чтобы по итогу правильный ответ был. Если же у вас опрос такой же, как у меня, грубо говоря, на рефлексию направленный или на что-то еще, то есть не предполагающий правильного ответа, то галочку здесь нажимать никакую не надо. Значит, вторая строчка, она показывает результаты в процентах. Ну, например, если вам нужна какая-то официальная статистика, сколько процентов ответила вот так или вот так, то вы можете галочку поставить. Но на сегодняшнем мастер-классе я никакой причины и необходимости в этом не вижу, поэтому я галочку ставить не буду. И, конечно, если вам нужно, чтобы учащийся мог несколько раз проголосовать, пройдя по QR-коду, вы, конечно, галочку должны нажать. Можете установить, сколько максимальное количество раз учащийся может пройти, можете поставить, чтобы он всего лишь один раз прошел. Тут кому как больше нравится и что больше захочется. Я всегда оставляю возможность пройти несколько раз, потому что технические заминки могут быть у всех разные, темп работы у всех разный. Тут возможности, конечно, могут быть ограничены. После этого нам необходимо настроить тему. Это внешний вид, по сути, вашей диаграммы, цветовая схема, которую вы можете использовать готовую здесь на сайте. Довольно много здесь вариантов. Можете загрузить свою, которая вам больше нравится. Тут как бы на ваше усмотрение. И, конечно же, нужно совершить еще небольшие настройки. Сразу давайте поясню, на сегодняшнем мастер-классе применять их не нужно, просто как некий обучающий момент. Если вы делаете несколько слайдов, то есть у вас будет идти несколько опросов подряд, в таком случае лучше задать темп аудитории. То есть чтобы учащиеся спокойно в своем темпе могли листать слайды и отвечать на вопросы. Потому что если вы оставите темп ведущего, то пока вы сами слайд не листнете на вашей презентации, учащиеся к другому вопросу перейти не смогут и не смогут на него ответить. Также необходимо выбрать язык. Не то чтобы необходимо, но я рекомендую это сделать, потому что смартфоны у детей могут быть всех разные, и возможности у всех разные, настройки могут быть у всех разные. Лучше готовиться таким образом, чтобы все сработало у вас на ура. Поэтому язык у вас стоит автоматически английский, поскольку сайт на английском языке. Просто добавьте сюда еще и русский язык. Летает у меня почему-то на сайт. Надеюсь, у вас все в порядке. Сейчас буду постоянно, видимо, перезагружать страницу, но надеюсь, на работу не повлияет. Так, язык нужно добавить, повторяю еще раз, русский, поскольку мы работаем все-таки на русском языке. Что очень удобно на этом сайте, здесь автоматически происходят настройки все самостоятельно, без вашего участия. Даже если у вас страничка вылетела, вы закрыли нечаянно страницу, что-то еще случилось, сохранится. Вам переживать за это не нужно, ничего само не удаляется. Поэтому очень удобно в рамках нашего нестабильного интернета и наших технических возможностей. По большому счету, коллеги, на этом все. Это самый простой и примитивный способ, как можно за очень быстрое, праниченное свое рабочее время создать легкий способ проведения опроса, голосования, уточнения мнений и чего-либо еще. Как же теперь работать с QR-кодом? Для этого нам необходимо нажать на кнопочку «Поделиться». Это такой некий треугольничек, он вам знаком, в смартфонах вы наверняка часто им пользуетесь. Здесь то же самое. Кнопочка «Share» или «Поделиться». Нажимаем на нее и видим три разных варианта. Можно поделиться результатами. Вы можете задать вот такой код. Это знаете по принципу работы, наверное, конференции Zoom. У тех будет вот такой код, они заходят на сайт, вводят код и голосуют. Если у них, например, не работает приложение по сканированию QR-кодов. Вы можете дать им прямую ссылку. Они в интернете эту ссылочку нажмут и сразу впадают на вариант опроса. Наверное, еще проще. Ну и, конечно же, сам QR-код. Я его использую часто по одной простой причине. По одной простой причине, потому что это удобно вставлять рабочую презентацию. Я могу скачать QR-код, вставить маленькое окошечко в презентацию рабочую, и на каком-то из заказ урока просто QR-код появляется в углу, там внизу, неважно. Дети быстро его сканируют, мы быстро обрабатываем результаты, не теряя свое драгоценное рабочее время на получение обратной связи либо по опросу знаний, либо по опросу мнений или кого-либо еще. Поэтому, по большому счету, чтобы продемонстрировать свой результат, например, сейчас на мастер-классе, мне будет достаточно просто нажать на картинку, которая появится сейчас на экране, вы ее тоже увидите. Вы снова сможете ее отсканировать и проглазовать. Я думаю, все довольно просто и легко, но эту картинку сканировать не нужно, это был образец, шаблон для использования. Поэтому я сейчас попрошу вас, я понимаю, что, может быть, не все еще успели завершить, кто-то, может быть, в процессе еще создания вашего опроса, кто-то из вас поделится своим опытом. Как у вас получилось сейчас создать твой QR-код? Выведи, пожалуйста, его на экран, демонстрируйте свой экран, и мы все проголосуем или ответим на вопросы, которые вы сейчас создали. Давайте я, наверное, дам буквально еще пару секунд, чтобы вы доработали до конца. Кто-то, может быть, есть желающий продемонстрировать свой результат? Татьяна, вы готовы, да? Отчество, к сожалению, у меня под рукой, которое Татьяна Абраменко. Можно попросить вас? Да, да. Я свою демонстрацию оставлю. Да. Татьяна, включайте свою. Вроде готова. У всех на экране появился, наверное, прокурор Татьяны. Давайте мы все его отсканируем, попробуем ответить. Я тоже приступаю к передачи. Хорошо. Ну, у меня проголосовать получилось. Есть у остальных коллег тоже. Татьяна, вы, наверное, спустя какое-то количество секунд можете ваш QR-код закрыть, а включить нам демонстрацию ваших результатов. Звернуться обратно на сайт MyFirstPresentation. Вот, да, правильно, мышкой сейчас наводите. Остановить? Или нет, вернуться? Татьяна, вы все успели отсканировать? Татьяна, видишь, она, помню, не успела, да? А, у меня солнце светит, отсвечивает все. Угу, понятно. Я отсканировала, на вопрос ответила, а вот чуть дальше это делать. А вот теперь нам сейчас Татьяна покажет свои диаграммы, мы их все увидим. Татьяна, вы зря выключили демонстрацию экрана, вам необходимо вернуться на вашу презентацию, где вы работали, и нажать кнопочку Presentation. Зелененький треугольничек, запуск презентации. Угу. Мы видим, да, что из определенного количества проголосовавших это семь человек, и выбрали первый вариант. Татьяна, мы правильно ответили на ваш вопрос? Татьяна, хорошо, это радует. Татьяна, можете вашу демонстрацию завершать, спасибо вам большое. Коллеги, я прочитала в чате, что вы пишете о том, что не можете одновременно работать, вместе со мной темп работы у всех разный, я все это прекрасно понимаю, поэтому я вам специально для этого инструкцию и создала, для того, чтобы вы могли потом, после мастер-класса этого ограниченного и так стрессового времени, спокойно освоить эту платформу самостоятельно. Сразу хочу сказать, что если у вас перевода страницы автоматического нету, как у меня, например, да, право к комплексу, у вас должно быть установлено определенное приложение, которое позволяет переводить. С этим тоже легко можно разобраться, но если нужно, я могу помочь. После мастер-класса ко мне можете легко возвращаться, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Коллеги, последнее, что хочу вас попросить сделать, это снова ответить на вопрос, который нужно будет сделать при помощи, опять же, QR-кода, который мы создавали, ну, точнее, я создавала заранее, но там нужно будет уже не просто ответить «да», «нет», а вписать свое мнение. Я сейчас снова выведу его на экран, дам буквально вам одну минуту для того, чтобы вы могли сформулировать у себя ответ на вопрос. На одно мгновение я включу QR-код. Так, нажимаю демонстрацию. Пошу вас отсканировать и ответить. Благодаря члены комиссии, надеюсь, вы тоже принимаете активное участие, вы все анонимно, поэтому я фамилии видеть могу. Именно. Подожди, 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 а какие деньги отправят сюда? Она все здесь сделала. Я, наверное, закрываю QR-код. Думаю, все уже, кто хотел, отсканировал. Татьяна Викторовна, получилось вас отсканировать? Или солнце так и не дает? Да, да, все, есть. Хорошо. Тогда я нажимаю демонстрацию результатов, которые у нас сейчас появятся. Мы с вами можем увидеть, что у нас отображается. Спасибо большое за ваше мнение. Для актуализации в начале мероприятия больше во внеурочки удобнее опросники мониторинга. Могу применять на этапе рефлексии, на этапе актуализации, собрать варианты ответов при решении задач, для опроса общего мнения, для проверки выполненных тестов, мониторинг. Абсолютно верно, коллеги, таким образом мы с вами сейчас подтвердили на практике, что данный прием является очень универсальным. Он является очень простым, если мы его быстро осваиваем. Конечно, он является эффективным для разных целей, для разных задач, разных возможностей. При том, что мы можем учитывать абсолютно разные технические возможности учащихся и наши с вами тоже, временные, так и материальные. На этом все. Я вас благодарю за работу, за то, что вы погрузились сейчас, с одной стороны, в сложную, но с другой стороны, облегчающую вашу деятельность, мою деятельность, в том погружении в эту проблему. Надеюсь, вам это было очень полезно и в будущем вы сможете, упрощая свою работу, использовать данный прием. Спасибо.